В 2006 году Святейший Патриарх благословил к созданию наш Центр. Какая идея была, и она и сейчас продолжает жить, к счастью, что многие люди, ну бывает так, вы тоже знаете не хуже меня, что приходят в храм не только за духовной поддержкой, но и им нужна по большому счету некоторым психологическая помощь, а некоторым даже и психиатрическая помощь, что им вообще-то и даже может там и не духовное надо. И обычно это бывает с людьми, которые находятся в тяжелых кризисах. Что такое кризис? Это поворот, когда нормальный человек попадает в ненормальные обстоятельства. Ну, например, умер близкий, да, это кризис. Развод тяжелый, да, это кризис. Тяжелая болезнь соматическая, вот так как он жил, он уже не может жить, а по-новому он еще не научился, это кризис. Ну и иногда там бывает насилие, та же история. Мы много, кстати говоря, работали, вот несколько лет назад по помощи, вот прям архиереи звали. Там, где были беженцы, и там, где их было много, да, с Украины, тоже довольно специфический состав. То есть их можно там кормить, поить, делать, ну, некий реабилитационный центр. Вот, например, Владыка Саватий, очень неравнодушный такой человек и архиерей, Тарский и Тюкалинский, это вот ваша себе, Омская область, 300 километров на север, это вообще там глушь. Вот, он меня позвал, я туда приехал, а ему отдали незадолго до этого целый дом отдыха, он там никому даром не нужен, ну, из Омска туда никто не поедет, там его на балансе никому держать не надо, целый дом отдыха, там, что ли, 20 тысяч квадратных метров, ну, врать не буду, ну, много, в общем. И просто говорю, Владыка, вы, может, возьмете, и он взял, говорит, я даже не знал, для чего я это взял, но взял и привел в какой-то там более-менее надлежащий вид, и тут вот это вот наш кризис с войной, беженцы, он принял 400 человек там, 400 человек. И вот я вам просто расскажу из опыта, да, что было дальше. Вот я туда приезжаю, мне собирают этих беженцев, ну, такой примерно же где-то зал, и мы начинаем с ними разговаривать, его, собственно, им там тяжело адаптироваться, понятно, он мало того, что он их туда, как бы, принял, он им стал еще работу искать, он, ну, адаптировать, социализировать, там, и так далее, и так далее, то есть это не просто было. Кто-то говорит, что у него там с работой, ну, вот, идет разговор, я, естественно, им как психолог, он меня и попросил, собственно говоря, и священникам рассказать, как с ними работать и в психологическом отношении, у всех много трав. И вот я с ними провел, ну, наверное, часа три, ответил на все их вопросы психологические, а что у нас там с нарушением сна, а надо ли принимать антидепрессанты, там, ну, а как пережить то, что все потеряли, ну, какие-то вот такие вопросы, где-то даже в интернете это все есть. А потом я выхожу на улицу и вижу детей вот этих беженцев, и сверху летит самолет, 10 тысяч метров, ну, пассажирский самолет просто пролетает там по Сибири. Я смотрю, эти дети, видя самолет, они падают на землю, кто-то отползает под куст, я понимаю, что у них серьезное, это называется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, очень серьезное нарушение, они в серьезном состоянии психологическом, а мне про них даже никто ничего не сказал. То есть вот эти беженцы даже не сказали, что с нашими детьми происходит что-то не так. Они даже не считали, что там есть, ну, какое-то нарушение. А нарушение, оно очень серьезное. Я это к чему все рассказываю. Потом я, конечно, работал с этими детьми, и люди, которые уходят, выходят из зоны боевых действий, потом, знаете, когда с детьми разговариваешь, вдруг, знаете, что выясняется? Что когда их вывозили автобусом там из Донецка, кого-то из Луганска, они просто смотрели в окно автобуса и видели вот эти намотанные кишки на столбы. А для детской психики это, конечно, неподъемная вещь. И очень многие страдали от этого. Но здесь что интересно, что не было заявлено, что есть какая-то проблема. И вот точно так же, я думаю, очень многие люди приходят в храм, они, кто-то приходит за духовной помощью, но очень многие приходят из-за подобной поддержки. Если мы это увидим и сможем оказать помощь, мы можем тогда сохранить этого человека, ну, и для церкви, и для Бога. А многие же, знаете, сами там в обидах, например, приходят в каких-то. Эти обиды носят не столь там духовный характер и просто молитвы. Если он вообще считает, что он пуп земли, что всё там несправедливо и неправильно, тут надо в целом мировоззрение рассматривать, отвечать на конкретные вопросы, на те вопросы, которые иногда там сложны. И вот это вот всё, ну, как-то у нас приживалось, у нас есть детский психолог, отдельно занимается детьми, у нас есть там ряд взрослых психологов. Мы не занимаемся зависимостями. То есть, знаете, вот если там, а вот у меня там тот там наркоман, вот вы возьмёте, мы говорим, нет, есть масса каких-то служб в церкви, которые занимаются конкретно алкоголиками, наркоманами, зависимостью. Зависимостью – это не кризис, это больные люди. То есть, это не здоровый человек, который попал в такие острые обстоятельства, а именно больной человек, который попал, можно сказать, в свою, так сказать, стихию, его надо из этой стихии там вытаскивать. Это другая тактика, другая стратегия. И кроме того, я много занимаюсь, ну, это я лично занимаюсь, и я вам скажу, почему, то есть я вот реально видел сотни суицидентов лицо в лицо. Почему я и езжу по регионам, и по просьбе руководителей регионов, зампредов по социалке, министров образования и так далее, и так далее, уполномочий по правам ребёнка, я рассказываю о том, как надо проводить профилактику суицидов. То есть, это область моя. Вот сегодня мы были в ГУФСИНе, встречались с исполняющим обеденачальником, я провёл на ГУФСИН по ВКС, на все учреждения исправительной системы. Как раз мы говорили о профилактике суицидов. То, что всех волнует, все, значит, в этой теме, как бы, хотели бы успехов добиться, но когда люди не понимают очень важные моменты здесь, особенно связанные как раз с, ну, религиозной определённой составляющей, вот, друзья, как вы не садитесь, всё, музыканты, получается, не годитесь, понимаете? То есть, куча каких-то тестов, куча каких-то там рекомендаций к исполнению, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а толку от этого выхлоп ноль. Потому что при этом мировоззрение не изменяется у человека. Если у него мировоззрение суицидента, оно другим, соответственно, не становится, и никаким тестом, и даже если ты его выявишь каким-то тестом, хотя тесты ничего не выявляют, если уж между нами, говоря, честно сказать, все эти тесты, они очень, так сказать, условно допустимые, а даже если выявишь, дальше ты что будешь с этим делать, суицидент? Ну, выявил ты, ну, хочет он покончить жизнь самоубийством. Даже если это не тот человек, который манипулирует, да, это не суицидент, который хочет манипулировать, это как раз манипулятивно-шантажное поведение называется. Кстати, с ними вы чаще встречаетесь, чем с истинными суицидентами, они, ну, а дальше-то что с ним делать? Вот приходит к батюшке, прям реальный вам пример говорю, приходит к батюшке, значит, его прихожанин. Он говорит, я его знаю как облупленного. Он 120 раз в году говорит про то, что он покончит жизнь самоубийством. Максимум, что он делал в своей жизни, это резал бритовкой там чуть-чуть себе по венам. Вот он заходит, я ему говорю, слышь, вот веревка в сарае там, возьми и делай, что хочешь вообще. А опасный маневр, очень опасный отцы. То есть, если он его знает хорошо, да, то в принципе все как бы нормально, а он его знает. Я для вас просто скажу, что те, кто к вам приходят с руками разрезанными, разрезанными, никакого отношения к суицидам вообще не имеют. Потому что убить себя, разрезав руки, практически нереально. Надо добраться до артерии. До артерии она там глубоко. Добраться до артерии очень сложно. Надо знать топографическую анатомию, но даже если ты ее знаешь, все равно пока будешь добираться, это очень больно и так далее. Я даже вот сегодня задал вопрос Гувсине. Говорю, когда-нибудь у вас было, чтобы кто-то покончил жизнь с суицидом, ну, вскрывшись, да, ну, это определенный термин, существенный жаргон. Говорит, нет, такого не было. Но, когда, вот у вас были такие случаи, вот, ну, давайте, вот, может, у кого-то из вас были, может, бы все не были, а у вас были. Да, сейчас. Я откажу на 42-ю зону в Ленинской детской службе. У нас очень много кто этим занимается, но они режут это публично, как бы, манипулируют администрацией. Но никто от этого не понял. Конечно. Нет, так это они для этого и делают. Для манипуляции. Они выбирают такие способы. И что самое опасное? Вот приходит, я не буду сейчас, мы сегодня рассмотрели этот вопрос, по-моему, кто-то из 23-й колонии, как раз его конкретно задал, какая стратегия должна быть. Я им все рассказал. Но вы-то здесь не по этой же теме. Вы батюшки. Вот пришел человек и начинает вам говорить, ой, все плохо, тыры-пыры, жить не хочу, туда-сюда. Он ищет сочувствие. Он к психологу не пойдет, это там для него, например, дорого, или далеко, или еще что-то. Батюшка никуда-то на лое не денется. Поэтому батюшке можно есть по ушам, как угодно. Понимаете? Вот, батюшка, все плохо, слушайте меня. И чувство вины, например, да, батюшка, вот если вы мне не поможете, мне никто не поможет, я суицид покончу. Батюшка начинает нервничать, выгорать, он переживает, а этот манипулирующий, он ему там, и в следующий раз то же самое сделает. И, в принципе, так батюшку-то можно ведь и добить, если так уж говорить. Как определить, человек манипулирует, или человек истинный суицидент? Вот манипулирующий, я не могу так вот прям, знаете, вот прям разделить, этот такой, а этот вот такой, да, то есть границы иногда бывают, конечно, размыты. Но в целом, если вы ему говорите, слушай, вот я тебе дам книгу, или материал какой-то, там, ты спрашиваешь смысл жизни, вот я тебе сейчас расскажу про смысл жизни. Вот в этой книге все написано, вот такая статья, или в интернете вот это вот прочитай, или вот это. А на следующий день он приходит, говорит, я не успел, или у меня не было времени, или еще что-то. А тогда вот на тебе вот эту книгу, ты приходи, обсудим. То есть какое-то задание даете, а он, если его не выполняет, значит, так ему надо. То есть вот я сегодня просто приводил пример, ну, например, зуб у человека болит, да, и он приходит, говорит, батюшка, дай мне денег, вот надо зуб полечить. Батюшка говорит, хорошо, я тебе уже оплатил. Вон, иди к стоматологу. Ой, мне сегодня некогда. Так значит, ты пришел деньги просто выклянчивать. Если бы тебе там нужен был стоматолог, ты бы стартанул сейчас как конь-то к дымских туда, правильно же? Разница невротика и истинного какого-то там суицидента, то, что невротик, он ничего не будет менять, ему ничего не нужно. В храм часто же такие люди приходят. Невротиков много в храмах, мы это с вами прекрасно знаем. И я понимаю, почему. Потому что они никому больше не нужны. Они приходят как в лечебницу. Ну, а лечебность, собственно, церковь и является. Поэтому удивляться, то, что у нас там есть невротики, душевно больные какие-то и так далее, вплоть до того, что есть там вон такие, я бы сказал, очень странные феномены духовной жизни, как в некоторых регионах. Вот эти все, так сказать, странными людьми отчитки производимые, понимаете, где, я не говорю, что нету одержимых людей, конечно, есть они одержимые люди, но то, что вот видно на этих отчитках, извините, отцы, понимаете, 95 процентов это просто обычные люди, немножечко, мягко говоря, которые должны были полечиться в другом месте. Я как-то проводил для московской епархии отцов, тоже у нас был пастерский семинар, говорю, отцы, ну вы-то хоть не отправляйте к отчитывателям. Они такие говорят, сами отчитывайте. Шутка такая. Вы-то не отчитываете, нет? Отчитываете? Господи, куда приехали-то, батюшка? Опять же, я не говорю, что нету одержимых, я просто говорю, что большинство этих людей просто немножко истерические личности, которым нужно вот это внимание и которые, что опасно, сами друг друга индуцируют. То есть, когда они собираются в одном помещении, они друг друга индуцируют и действительно такое ощущение, что просто вот что-то какое-то невероятно, да, батюшка, вы хотели бы. как раз про таких вопрос, подсаживать их на постоянные разговоры вредно, отмахнуться тоже вредно, где истинно? Значит, ну давайте я вам расскажу вообще про всех деструктивных, да, тогда вот будем такой живой, отцы, у меня огромная к вам просьба, пожалуйста, давайте мы сделаем сегодня вот этот наш семинар живым, то есть, вот батюшка задал вопрос, я сейчас ответил, кто-то еще задал вопрос, пожалуйста, по семейным проблемам, по суицидам, по смерти близкого, что-то я буду там от себя говорить, ну давайте как-то оживим это, мы говорим о каких-то вещах, которые вот вам, ну возможно, так сказать, пригодятся, поэтому давайте не стесняться ничего. Значит, вы задали вопрос, что с ним делать, правильно я понял? Да. Значит, кто такой деструктивный человек? Вот я вам даю портрет без всяких тестов, и вот вы мне скажите, прав я или не прав. Это человек с высоким уровнем амбиции, вот суицидник, да, если мы исключим душевно больных 20%, исключим те, кто в аффекте суицидом кончают, тоже 20%, ну остается 60%. Сейчас. Вот эти 60%, я вот сейчас про суицидников и потом про невротиков, там 60%. Высокий уровень притязаний, вот их портрет, то есть корона на голове, инфантильный, безответственный и каша в голове мировоззренческая, он, вот вам несколько факторов, в которые складывается деструктивная личность. Невротики, там немножко другая идея, то есть у него тоже каша в голове, даже я бы сказал, еще там больше каша, у него нету твердых мировоззренческих конструктов, ему надо обязательно, так сказать, внимание, он инфантильный и тоже безответственный. А как ребенок, понимаете, батюшка, что мне делать, там, какого цвета обои поклеить, вот когда вот такой вопрос задают, благословите красного, понимаете, все понятно, перед тобой дитё малое, вот, которое самостоятельно не может даже решить простую задачу, вообще бытовую, которая никакого отношения к духовной жизни вообще даже близко не имеет, правильно же? Ну, в основном-то они-то и носятся за батюшками, других-то нет, поэтому вы говорите, батюшка, там, дорогой товарищ, давай-ка с тобой по-серьезному, иди сюда, мы с тобой разговариваем, ты тебе сколько лет? 30 лет, ну, например, условно говоря, 30 лет, давай, как взрослые люди, какая разница, какие ты там обои поклеишь, вот давай, ты сам сделай выбор, а мне скажи, какие надо клеить тебе, какие тебе лучше, то есть вы выводите его на позицию взрослого человека, который должен принимать решение, а вы не разговариваете с ним, как с ребенком, то есть если вы с ним разговариваете, как с ребенком, он укрепляется в этом мнении, он в следующий раз так и будет дальше, вы его должны вывести во взрослую позицию, то есть объясняя ему, говоря с ним, как со взрослым человеком, давая определенные задания, которые он сам должен выполнить, не только получить ваше внимание, которое его может развращать, вот скажите, вот сколько доставить, вот каждый из вас женат, ну кроме монахов, да, вот скажите, сколько внимания хватит женщине, вот были случаи, он говорит, батюшка, еще немножко и хватит, нет, такого не бывает, правильно, скажите, батюшка, я вас спрошу, вот у вас есть, сколько денег хватит, и все, тоже не бывает, у вас не бывает уже, видите, а знаете почему, потому что у Хемингуэя сказано было, дайте человеку необходимое, да, вот кстати, психолог был неплохой, страстный был человек, плохо кончил, как вы знаете, но знал, о чем говорит, цитата прямая, дайте человеку необходимое, он захочет удобств, обеспечьте удобств, он будет стремиться к роскоши, осыпьте его роскоши, он будет вздыхать по изысканному, дайте ему изысканное, он возжаждет безумств, одари его всем, что он пожелает, он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел, так же? Так. Ну не всегда же бывает и не так, вот мне 50 тысяч вполне бы хватило. Батюшка, вы видели этого батюшку-то? Да. Вот сейчас я ему отвечу. Батюшка, вот вам 50 тысяч сегодня кладут, через год, вы скажете, что же это такое, нищета вообще, скажете. Скажете. А я вот вас знаю с 17-го года уже, да? Да, вебинар 2017 года был, я вас, очень рад вас видеть. Тихо. А вы что, ходить 50 тысяч? Нет, просто так же, мне бы лишних хватило. А то вы так всех, это не подозреваете. Не, не, слушай, человек так, тихо, коллеги, тихо. Человек так, к сожалению, устроен. Он всегда, он не может, вот, кстати, это тоже психологический момент. Вот вы видели людей в горе, да? Вот, так, тихо, про горе, например. Ну не может нормальный человек в горе. Вот год может горевать, там, полтора года может горевать, два года может горевать. Но если он пять лет горит, понимаете, значит, что-то здесь не то. Значит, какие-то у него вторичные выгоды есть. Горе как-то не так протекает. То здесь тоже нужна психологическая помощь. А почему так происходит? Человек ко всему адаптируется. И к горю, и к радости. Вот там батюшка, например, женится, или будущий батюшка, да? Слушайте, эйфорирует в первое время, правильно, женился, классно, недовольный месяц, все дела, туда-сюда. А потом-то как-то все успокаивается. Не может человек быть на уровне вот этих чувств всегда высоких. Все равно как-то все сглаживается. Это психологическая особенность. Поэтому сколько нам, не дай там денег, славы, что-то еще, нам же всегда будет казаться, ну, потом, то есть никто, ну, я не встречал еще людей, ну, первый вот батюшка, вот первый. Вот, первый батюшка, я вас, можно, буду всем рассказывать тогда? Можно я добавлю? Хорошо, да. Я когда в милиции работал, цепотетный ходил. О, я тоже в милиции работал. И вот я сумел их ногами прочитать мою характеристику. Одна из них, это образ мышления свойственный только мне одному. Поэтому мне никто не верит, а у меня реально все так и выходит. Ну, я знаю, батюш, как эти характеристики делаются. Вот. Я что же... Я же тоже в милиции работал. Ну, не будем мы сейчас эту тему обсуждать, если хотите, потом. Советно. Ну, хорошо. Поэтому эту тему мы, давайте, не будем обсуждать. Мы сейчас про невротиков говорим. И невротики, отцы, можно, чтобы так это... Перекрикивать просто тяжело. Невротики, они постоянно требуют внимания. Постоянно требуют... Кстати, у многих и матушки есть такие же. Вот в чем дело. Постоянно требуют внимания. Вчера я, например, здесь уже, так сказать, говорил о треугольнике Карпмана, так называемом. Вот этот невротический треугольник. Значит, у вас прихожан, процентов 30 вот в этом невротическом треугольнике, которые вас с него завлекают, и вас же потом практически, ну, реально говорю, могут уничтожить. А для тех, кто не знает, что это такое, вот, пожалуйста, вот к вам приходит, там, жена, там, или, там, муж, условно говоря, и говорит, батюшка, помогите. Он пьет, она, если... Он пьет, помогите, как-то поговорите с ним, вот, чтобы он не пьет. А он еще меня бьет, там, постоянно у него агрессия на меня, там, туда-сюда, вы его зовете, внушает ему, что, что ты такой негодяй, пьешь, там, туда-сюда. А он, зачем же ты жену-то бьешь? Он говорит, так это она меня бьет, я вот тут для себя чисто, там, немножко выпить с мужиками, она меня начинает бить. Знакомая вам ситуация? А потом она говорит, батюшка, что же вы так плохо с ним поговорили? Вчера домой пришли, он на меня наорал, туда-сюда. То есть, уже агрессия на батюшку пошла, и батюшка уже теперь виноват. То есть, уже идет манипулирование, а манипулирует двумя только вещами в этом мире, страхом и чувством вины, самые эффективные манипуляции. И батюшка уже вроде как, сам не знает, что делать, а его вовлекли уже в этот треугольник. Треугольник Карпмана, это описанная психологическая система, искаженная. То есть, нормальное, если в семье отношения, это по любви, я жертвую чем-то, просто так, чтобы моей жене было хорошо, она жертвует там детям, и мне, ну, как-то мы вот так друг другу жертвуем, чисто, ну, так вот, делимся просто, и все. А вот, когда формируется, у алкоголиков почти в 100% семьях алкоголиков, и даже если это родители были, формируется, три роли в семье отцы, жертва, агрессор и спасатель. Вот сейчас я на жену ору, я агрессор, она жертва, батюшку мы вытягиваем, чтобы он был спасателем наших отношений, он нам выговорит, потом я на батюшку, значит, жена батюшку защищает, потом батюшка уже на жену, твою мать, что же ты делаешь вообще, я тебе сколько раз говорил, и вот мы вот этими ролями, постоянно меняемся, и жертва, агрессор, а батюшка уже потом вовлечен, батюшка, ну как, что там у тебя, а что, не бухает он теперь, или что, и все, и все, и вы в рабстве уже находитесь, вы не можете дистанцироваться от этих людей, потому что так же сразу на вас агрессия пойдет, что батюшка, ты же раньше помогал, а теперь ты нам не помогаешь, а он опять пьет, и так далее, а всем в семье это выгодно, просто не все это осознают в этот момент, всем выгодно, он оправдывает свое там питье, что его жена постоянно пилит, она тоже вроде предели есть, знаете, я работал в онкологическом центре, первый раз я столкнулся вот с этой выгодой от болезни, от онкологической, я вот вам сейчас говорю, не от наркологической, вот женщина, прям реальный пример, женщина, мне говорит врач, говорит, слушай, поговори, позвони, она что-то на лечение не идет, у нее химиотерапия, очень хорошо прошла, отзывчиво, все, почти узел, убрался, бросил и все, принимает лечение, а что, говорит, я не знаю, но это твоя работа, ты там поговорить, я с этой женщиной встречаюсь и вдруг к своему удивлению понимаю то, что я читал раньше в теории, но я не верил, что это может быть на практике, а ситуация такая, она жила, ну такой как бы жизнью для своих близких, да, то есть муж ее пил, она его там постоянно спасала от этого пьянства, детей поднимала, дети выросли, у всех там свои семьи, ну стали мало внимания, так сказать, маме уделять, муж-то продолжал пить, и тут она заболела, и вот когда она заболела, все поменялось в системе семейной, то есть муж бросил пить, стал ее возить там по врачам, по лечебным учреждениям, дети стали больше матери внимания уделять, и ей это понравилось, и когда ей так сделали химиотерапию, что почти все стало нормализовываться, опять муж запил, дети опять, так сказать, встали на дину, мать выздоравливает, ну и хорошо, и она не понимая этого, она просто отказывается от лечения, потому что ей нужно было вот это внимание, это называется вторичная выгода в психологии, и вот если у человека есть эта вторичная выгода, он от нее не откажется никогда, если он ходит в храм, только чтобы получать внимание, это никакого отношения к духовной жизни, в общем, близко не имеет, а он просто экономит на каких-нибудь вот этих фуфлыжных психоаналитиках, которые тоже, конечно, ничем не помогают, просто слушают тебя и бабки берут, ну, примерно там не будем углубляться в это, так сказать, направление психотерапевтическое, ну, как бы условно говоря, понимаете, вот это происходит буквально на каждом приходе, и, да, батюшка, давай, можно? Не могу, у меня с головы не выходит, вы обозначили проблему, когда муж и жена, там, агрессор, там, обвиняемый и так далее, вовлекает батюшку в этот круг и не дали нам ответ, можно вас остановить на этом? А, как от этого, что с этим делать? Да, батюшка вовлечет в эту проблему. Понятно. А очень просто, как батюшке это надо делать, правда, не все это смогут из вас сделать, вот в чем дело. То есть, изначально лучше не доводить до этого, да, лучше не быть спасателем. Вот есть спаситель у нас, да, вот есть мы, ну, в меру какой-то своей, так сказать, профессиональной возможности, я могу тебе, там, дать совет, ну, извини, пожалуйста, ответственность на тебе, это же опять же вопрос об ответственности встает. Ответственность на тебе, дорогой, поэтому, если ты бухаешь, то ответственность это твоя. Я вашу семью, кстати, не готов так вот прям вовлекаться, я же с вами не живу, правильно? Я вот тебе говорю, вот тебе пить им я за каждую, так сказать, бутылочку водки, там, или за каждый стаканчик, вот там, читай, там, покаянный канон, ну, я условно говорю, да, не читаешь, ну, не читаю, твои проблемы. Но разбираться в ваших хитросплетениях, там, да, я не готов. То есть, всегда надо держаться на дистанции, как психологу, так и батюшке, и не надо в этом плане совмещать. Вы представьте себе врача, который не на дистанции с пациентом. Что это за врач? Пришел человек, говорит, у меня болит это. Он тут рыдает тебе, врач. И кто к этому врачу пойдет? Это же не врачи, ну, это не врачи, а очень плохо, понимаете? Аж страшно, а какие врачи? Я тоже добавлю. Да, вот батюшка хочет добавить сейчас. Ну, батюшка, бывший милиционер, что он вам скажет? В 2017 году, диаконии, там, курс был в 2017 году. Вы нам практически то же самое рассказывали. Я вам еще вопрос задавал о суицидах в ассоциации анонимных алкоголиков. Вы мне ответили, что примерно то же самое, как и везде. Но я с этой организацией связан, и после этого проекта у меня был, значит, социальная работа по алканаркозависимым. У нас Кольчугинский ковчег есть, все такое. Ну, понятно. Я им что делаю? То же самое, что вы сказали, я к ним никогда не иду вот так вот там спасать их берет. Я им даю ресурсы, какие-то ответы, на группу приходите, в скайпе. Я им все раскрываю, весь тот мир, который они могут сами почерпнуть. Сами взять. И еще жену обвиню в том, что она его довела. Ну, не то, что там конкретно. Нет. Я потихонечко, не то, что там совсем. А открою. Вот в Санкт-Петербурге живет одна женщина, которую я ей глаза открыл, сосудзависимый. Ее там с Фокином одним человеком, с Диаконией, с Санкт-Петербурга познакомил. И все она перешла, что да, вот так вот делают. Слава тебе, Господи. Вот, батюшка, есть что, вы к нему обращайтесь. Батюшка, бывший милиционер, он все знает. 50 тысяч ему достаточно, в принципе, поэтому имейте это в виду. За 50 тысяч, я вам не скажу. Значит, я же реалист. Ну, все, мы поняли, батюшка. Я думаю, тут большинство вас даже лучше знает, чем я. Значит, отвечая на вопрос-то конкретный, который прозвучал, надо, опять же, делать из людей, взрослых, ответственных за свой выбор. Вы их до этого уровня потягиваете, и вы говорите, слушайте, вот все, я вам что-то там помогал, вот, ну, хорошо помогал, но я не могу, извините, я врач, как бы, ну, в данном случае, да, метафора. Поэтому я вот прям, каждый по вашему звонку тут, извините, он пришел домой выпивший. Я не могу бежать там, и я же не в отрезвитель. Есть у нас батюшка, бывший милиционер, конечно, вот, но это уже другая история, вот. и в отрезвитель, вы же не работали батюшка, но я понял это тоже. Вот. Так, сейчас. А если семья уже распалась, вот на этой почве, приходит муж один, говорит, помогите батюшку, спасите, как семью вернуть? Нет. послушайте, ну, что значит, как семью вернуть? Отец родной, я же не Христос, понимаешь, ты что ко мне, так сказать, как вернуть семью? То есть, ты, значит, что-то разрушал, а может, ты не разрушал, может, она разрушала, это не важно. То есть, я тебе, что могу, я доктор, понимаешь, как можно, вот, если уже все случилось, ну, например, не знаю, у человека инсульт там уже, да, вот как можно вернуть все назад? Быстренько, вот просто, и бодренько. Можно сделать определенные движения, вот я, например, когда мне говорят, как вернуть, я говорю, а жена-то хочет возвращаться? Ну, к примеру. Говорит, нет, жена не хочет, я говорю, значит, никак. Просто, а как еще? Насильно ее взять вернуть? И как это будет выглядеть? И ни один психолог в мире, я вас уверяю, вот если он скажет, я возвращаю там психологию, это шарлатан. Без желания людей, вот двух, в той же самой семье, должно быть желание у двух людей. У них должно быть желание что-то созидательное сделать. Если этого желания нет, ну, значит, нет, бесполезно все. И вы должны, в принципе, в этом расписаться. Нет, либо другой вариант, вы должны сказать, вас как зовут? Виталий. Вот, я, так сказать, батюшка Виталий, чудотворец придивный, я всех могу там соединить, разъединить, но вы же не чудотворец, правильно? Пока, в этом случае. вы еще не прославили. Не прославили еще? Ну ладно, вот. Смиряется, делай пич, что он не такой. Ладно, это все. Слушайте, да батюшка, ну это шутка же, ну что, ну добрая шутка, ну, а добрая шутка, это ничего, не к вам, это тут любой отец с таким сталкивался, понимаете, только не все, не все сейчас признаются в этом, вот. И говорят, как вернуть семью, как? Послушайте, вот будет на то, и вот если воля Божия, а ты что готов сделать, чтобы ее вернуть? Обычно тоже вот этот вопрос ставят на свои места. Я, так вы батюшку верните, понимаете, вы же тут, как бы, вертикаль власти, понимаете? Так ты исправься, брось, поживи, угомонись, так может она и придет, вот когда увидит, что ты исправился. А ты же исправляешь только языком своим, в основном. Невротики они исправляют, ну, зависимые, только языком. Вот, сейчас у него эмоции, он все бросит, а потом, он же для чего к вам приходит? Он хочет опять же вас сделать спасателем, чтобы вы что-то его угомонили, с женой поговорили, жена опять придет, а он опять начнет пить, потому что для него это естественно, совершенно, для него это нормальные модели поведения. Значит, жертва, спасатель, агрессор, вот и все. В следующий раз, там, кто-то другой будет спасателем, другой батюшка, или теща, или еще кто-нибудь. Ну, то есть, это же постоянный процесс. Дела надо требовать, дела. Просто слова, этого мало, давай дела. Вот ты хочешь, поживи-ка ты, езжай в монастыре, там, сам, пару месяцев, да, а я работаю, я работаю, мне нельзя. Так ты же говоришь, тебя с работы скоро выгонят, что ж ты не хочешь поехать? А он понимает, что тогда надо будет меняться, а ему меняться незачем, понимаете, он так и хочет жить. Кто хочет меняться, тот меняется. а батюшку вовлекать в это не надо, потому что каждый раз вы батюшку не смогли вот это сделать, вот вы виноваты, понимаете, вот вы, это ваша вина. Вы же как бы вертикаль там власти полной. И это постоянно. То же самое, вот я говорю, и с суицидентами. Знаете, самый простой, вчера рассказывал, простейший способ с суицидентом разговаривать. Вот когда вы начинаете, вот он приходит и говорит, батюшка, я хочу с тобой покончить, ну, условно говоря, да, страшно, я понимаю, многим страшно, и у вас нету там опыта работы с этими людьми, да, ну, в том плане, в каком есть у меня, например, да, и, например, сказать, слушай, ты только этого не делай, ты попадешь в ад, а ему этот ад, он сам-то не верующий, если бы он был верующий, он бы до этого не дошел бы просто. Ему это не пугает, а в системе ФСИН, например, аргумент такой, ты нам отчетность испортишь, понимаете, а ему фиолетово, понимаете, на эту отчетность, понимаете, вот, ему все равно. А как остановить просто, ну, вот, если мы об этом говорим, говоришь, слушай, а чего у тебя, батюшка, летали, сейчас важный момент, а чего у тебя болит-то? 95% скажут, болит душа. Слышали это? Слышали. Слышали. Тогда спросите, просто простым вопросом, а если у тебя душа болит, то как ты, убив свое тело, сделаешь так, что душа у тебя перестанет болеть? Просто скажи мне, у тебя может нога болит, печень, легкие, ты же хочешь тело убить? Как у тебя душа перестанет болеть? Наоборот, она будет болеть сильнее. И это когнитивная ловушка. Он не сможет ответить на этот вопрос. Потому что каждый человек, эмпирически, ну, он чувствует, что действительно болит душа. И вы когда-то чувствовали, да, ну, когда близкие умирали, да, что это душа болит, что это не аксоны, не нейроны, не нейрохимические взаимодействия, что это душа, и она страдает, но тогда какой можно сделать, ну, какой суицид можно совершить? Тогда же будет еще хуже. А он говорит, а главное отсюда уйти, вот здесь самое плохое. Пусть там даже есть какая-то жизнь, но хуже уже не будет. Тогда очень простой тоже прием, вчера тоже рассказывал. Он к дверям его подвести, сказать, давай всовывай в щель пальцев. Он говорит, зачем? Я сейчас нажму. А зачем? А если хуже не будет, ты орать сейчас не будешь. Раз тебе уже все, сейчас предел, все, хуже не будешь, значит, ты сейчас будешь просто улыбаться. Понимаешь? Но мы знаем, что улыбаться не будешь, значит, хуже и есть куда. Значит, ты обманываешь сейчас и меня, и себя. А если ты обманываешь и меня, и себя, то лучше тебе этого сейчас не делать. Поэтому давай-ка мы сейчас подумаем, что сделать именно с твоей душой, чтобы она у тебя так не страдала и не мучилась. Вот, если ты будешь делать определенные шаги, если ты будешь идти к Богу, то тогда, в принципе, твоя душа, так сказать, страдать так не будет. То есть, все поэтапно, все постепенно. У меня, знаете, был такой случай, один интересный. Ну, я не буду, так сказать, на камеру, наверное, говорить конкретных людей, но просто вот так. Позвонил мне, там, мой друг, он в одном из крупнейших вузов московских, говорит, слушай, у нас декан, у него умерла жена, прямо горе-горе, они прожили там много лет вместе, вот он сейчас на грани суицида, ходит на Крымский мост, я это точно знаю, значит, что там вниз смотрит, хочет прыгнуть, и на кладбище, говорит, ходит, и ночует прям на кладбище, вот на могиле жены с собаками. Говорит, прими его, я говорю, слушай, а когда у него это случилось? Он говорит, две недели назад. Я честно вам скажу, когда 40 дней не прошло, обычно горем, ну, рационально заниматься, безусловно, люди настолько эмоциональны, что они просто логических доводов, вы им будете говорить, там, про молитву, какие-то логические ходы, они не слышат, они не понимают, просто, ну, боли вот это сильная, не понимают. Я не люблю, вот после 40-го дня, говорю, пусть приходит, все, он говорит, он не доживет до 40-го дня, если он что-то с собой сделает, целая научная школа просто накроется, и накроется вместе с этим, там, и для государства, много чего. Я говорю, ну ладно, пусть приходит. и приходит человек, ну, такой уже ему лет 60, наверное, приходит, а я в храме принимаю, он такой смотрит, росписи, там, все, он говорит, слушайте, а вот это вот, что такое, я говорю, вы в храме, вы, вот, мне будете вот про это, про все сейчас рассказывать, да, я говорю, ну, не обязательно, не, я не верующий, я вот про это не хочу ничего говорить, я не верующий, и вот про это мне не надо, и больше того, я вам скажу, если вы мне не поможете, ну, я все равно с собой покончу, то есть, он на меня же, тут же перекидывает ответственность за свою жизнь, я ему это возвращаю, я говорю, подождите, дорогой мой, значит, ну, без этого-то мы, я с этим-то не буду, раз вы не хотите, но вот насчет того, что вы покончите, и я буду в этом винать, нет, если вы сделаете, то это вы сделаете, и это ваша будет ответственность, это не моя, говорю, ну, садитесь, рассказывайте, что было, говорю, вот у меня умерла жена, я говорю, сколько вы месяц прожили? 40 лет, как один день, душа в душу, любил, все, ну, прям вот, все идеально, вот редко бывает такое, но бывает, видите, я говорю, хорошо, я понимаю, что ему мешает вообще принять, в это он не верит, это называется психология фрустрация, то есть, когда ты не можешь, ну, все, стена, фрустрирован, не можешь преодолеть, то есть, у него мировоззрение, вот это вот все ему не надо, и скорбь, вот эта дикая боль, которая его ведет к нехорошим поступкам, что я сделал, я вам просто кейс рассказываю, я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, вы жену свою похоронили? Он говорит, конечно, похоронил, я говорю, где? Он говорит, на Домодетском кладбище, я говорю, очень хорошо, говорю, в гробу, он на меня смотрит, как на идиота, говорит, в гробу, я говорю, хорошо, понял, очень хорошо, поминки, говорю, сейчас, прошу прощения, поминки проводили? Проводил, я говорю, чудесно, говорю, а теперь у меня вопрос, давайте по науке, вы же ученый, вы же вот это все не хотите, давайте по науке разбираться, человек, вот ваша жена, да, еще стоит человек, говорит, из клеток, я говорю, правильно, клетки, из белков, белки, из аминокислот, кислоты, аминокислоты, из протоаминов, я говорю, чудесно, значит, получается так, жена ваша была организованным белком, так, прошло, сколько-то лет, сколько ей было, там, он говорит, 60, я говорю, стала неорганизованным белком, так, значит, дальше, извините, так сказать, когда стала неорганизованным белком, немножко стухла, и у меня вопрос, а вы зачем ее в гроб-то клали? вы любое мясо кладете, вот так с пафосом-то хороните, на кладбище зачем-то, вы же, стухла у вас курица какая-то в холодильнике, вы же ее в помойку выбрасываете, так же? он смотрит, вот я вам, я как сейчас, смотрит он багровый, он смотрит на меня выпущенными глазами, и говорит, зачем вы оскорбляете мою жену? я говорю, подождите, я вашу жену не оскорблял, я вам сейчас это объясню, это вы оскорбляете свою жену, вот я считаю, что вот эта боль в душе, которую вы сейчас чувствуете, это же не у вас ни печень, ни легкие, это вот из-за того, что ваши души раньше были вместе, да, это же душа, а теперь вот это порвалось временно, да, и вот эта боль, ну вот как вот если там сильно порезаться там, или что-то, вот вы эту боль ощущаете, для меня понятно почему, если мы это белки, тогда мне непонятно вообще, что у вас болит-то, ну вы тоже организованный пока белок, тоже станете неорганизованным, как и я, собственно говоря, об этом делов-то, почему вы ее положили в гроб-то, я объясню, потому что в этом теле жила ее душа, и вы в знак уважения к ее телу, к этому сосуду души, да, вы ее положили не в бурну, так сказать, во дворе, а положили вот в гроб, и со всеми, так сказать, церемониями, и со всем надлежащим, так сказать, вы ее отнесли на кладбище, а на кладбище-то почему, а не в урну, потому что она там воскреснет, правильно же, вот у меня такое вот мировоззрение, и я уверен, что ваша жена воскреснет, я не знаю, вы-то в это во все не хотите об этом разговаривать, но я-то это знаю точно, а поминки, вы же для чего делали-то, чтобы люди, которые на них пришли, не водки попили, я уверен, а помолились за ее душу, я вот почему-то в этом тоже уверен, то есть у меня-то все логично, вот я считаю, что это так, я не оскорбляю вашу жену, наоборот, я считаю, что вашу жену, Господь когда-то возвал из небытия к бытию, и создал вот этого человека вечным, уникальным, и никуда вы от нее не денетесь, и когда-нибудь вы с ней все равно встретитесь, как вы к этому ко всему не относитесь, понимаете, это ваш уже выбор, это ваши проблемы, а я вот считаю так, я говорю, вам понятно, он говорит, ну тогда давайте по-вашему, понимаете, и мы стали по-нашему, и сейчас он уже воцерковился, потому что объяснить по-другому вот это все невозможно, невозможно, если тебе мешает вот такое светское, скажем так, не светское даже, я бы сказал, а такое вульгарно-материалистическое мировоззрение, которым ты еще бравируешь, ну хорошо, вот я тебе материальное мировоззрение твое показал, что ты можешь мне возразить, я тебе, как ты хотел, без вот этого, а невозможно это не принять, вот здесь очень важный момент, трансформации мировоззрения в кризисе, человек, вот, например, он декан факультета, да, вот в обычное время, вот я к нему пришел, сказал там, дядя, значит, Господь есть, и вот все создано, ну, что ты, не знаю, он бы сказал, выйди, закрой дверь вообще из кабинета, не хочу даже тебя слушать, понимаешь, у меня уже все сформировалось, а вот здесь, когда он пришел в кризисе, он как будто, знаете, люди стоят на одной, ноге, его в любую сторону можно толкнуть, можно толкнуть к сектантам, вот вы не помогли, зато помогли какие-нибудь там, адвентисты седьмого дня, понимаете, и все, смотришь, через годик человек уже там по уши, понимаете, бомбардировка любовью, брат, брат, садись на почетное место, ля-ля-ля, и все, и нет его, а еще лучше квартирку он продал, понимаете, так сказать, пожертвовал адвентистам, бывают такие случаи? бывают, а почему ему здесь-то не помогли? Вот это вопрос как раз душепопечения, на мой взгляд, важнейший вопрос, то есть, понятно, там требы, это все само собой, естественно, разумеется, тут никто не говорит, но я вот сейчас про ответственность, когда человек стоит на одной ноге, его действительно можно в правильную сторону переместить, и он будет потом всю жизнь в этой правильной стороне благодарен, если ему сказать, вот кладбище, ты же не просто так сюда ходишь, половина, вот я с горючими работаю очень плотно, много, я вам скажу, слушайте, половина вообще не понимает, зачем нужно кладбище, я пойду к папе на кладбище, понимаете, или к маме, куда ты к маме идешь, причем он это говорит даже при священнике, священник его не поправляет, ты как это к папе-то собрался, или к маме, на кладбище же нет никого, как бы вообще, все у Бога вроде как, они на кладбище живут, вот это вот какая-то помесь языческого там, мировоззрения, я даже вот честно сказать могу, она же путает все, и бессистемно человек, если бессистемно как бы он не понимает, в кризисе, ну всю расстановку, которую он может взять, перепрограммировать себя, он в принципе не может выйти из кризиса, так вот полноценно, а и наша же задача ему все, объяснить по пунктам, развод например, слушай, дорогой товарищ, разводишься, а про детей, ты подумал, а что дети разве, они будут счастливы, если будет несчастливая наша семья, это обычная вот эта вот дурная, дурной аргумент, я вообще вам так скажу, я не то чтобы против всегда разводов, то есть всегда, бывают случаи, там насилие например над женой, слушайте, ну конечно, вот у меня были такие случаи, к сожалению, я знаю такой случай, когда батюшка не благословлял человека разводиться, нельзя и все, ты молись за него, ты там туда-сюда, она говорит, батюшка, он меня бьет каждый день, он говорит, ну молись там, когда-нибудь перестанет, ну в итоге батюшка оказался прав, он перестал, поехал в колонию, понимаете, он ее все-таки убил, дети поехали в интернат, значит, он поехал отбывать наказание, спрашивается, ну и зачем это все надо было, да, то есть есть вот таких крайних случаев, ну конечно, надо исходить из безопасности человека, в принципе, да, потом не с кем будет работать, если они друг друга поубивают, но в целом, если просто, кто сейчас, эгоисты, не хочу с ней жить, надоело, понимаете, вот мне вот это вот понравилось, теперь соседка, вот хочу с ней, они как думают, на чувство, чувство у меня сейчас полыхнуло, это не труд выстраивания семьи, не созидание друг друга, да, опять же, им об этом тоже никто там часто и не говорит, а так вот просто чувств, поэтому спрашивают, вот я спрашиваю каждый раз, говорю, слушайте, вот ребенок у вас, американские психологи почитали, какую травму ребенку наносит развод родителей, и они там некоторые вещи там сравнивали, сейчас батюшка, подождите, вы у нас очень активный, сейчас я договорю, я слышал ваши слова, да, ну я сейчас, сейчас, извините, ничего, батюшка, наоборот, мы с коллеги, у нас все нормально, вот, сейчас, ну я фразу просто договорю сейчас, как будто ногу отрезали у ребенка, потеря конечности, совершенно точно, то есть, я говорю, вы готовы, вот сколько у вас детей, трое, я говорю, вот вы готовы, ради счастья своего, там, или вашей жены, как вы его себе представляете, или счастья ваших детей, чтобы они не жили в такой дисгармоничной семье, где вы не любите свою жену, там, она не любит вас, вы готовы детям отрезать по ноге, в принципе, они же могут жить без ноги, могут, протезы потом сделают, ну конечно сделают, ну просто будут без ног, говорю, вы готовы, я вот честно не помню, чтобы тот сказал, да, я готов, то есть, вот какие-то увиливания и так далее, я говорю, вы понимаете, ради чего надо трудиться, ради чего надо пытаться это сохранить, просто, ну зачем вам наносить травму, ну понятно, что, ну, ну не любили, ну жена у вас такая плохая, ну хорошо, ладно, там, допустим, это так, но вы же родили этих детей, вы же, там, отец, зачем же вот так, а, простимулировать надо, чтобы человек, хоть как-то, начал работать над собой, конечно, проще всего, вот сегодня я к соседке пойду, завтра и соседка надоела, пойду, там, не знаю, там, еще к кому-нибудь, понимаете, вот уже теперь извращенцев у нас сколько появилось, так сказать, всяких там, и заднеприводных, и каких угодно, понимаете, и полноприводных, батюшка, а что это вы, а, 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 ну, значит, отвечая на ваш вопрос, если вы, как специалист, значит, я против этого закона, мы уже в Госдуме с Андрюхом Кормухиным, другом моим большим, мы уже бились с Пушкиной на предварительных слушаниях в Госдуме, и потом я очень много тоже лично сам сделал, чтобы этот закон, так сказать, накрылся медным тазом, я, конечно, не на первых точно совершенно ролях, и даже не на вторых, но что от меня зависело, я туда тоже свои пять копеек вставил, и в итоге Пушкиной, как бы она за ней ход дала, правда, меня в Фейсбуке все равно забанил, но Бог с ней, я не опечален, и понятно, что это закон о семейном бытовом насилии, никакого отношения к благополучию семьи не имеет, это просто закон для того, чтобы была возможность легально, по сути, семьи разваливать, я вот, например, считаю, как специалисты, вот мы с батюшкой в милиции работали, понимаете, вот, я вам скажу, что какая разница, какое насилие, семейно-бытовое, криминальное насилие, там уличное насилие, это все мерзко, любое насилие мерзко, давайте мы закон сделаем по всему насилию, одну секундочку, а что же вы по всему не хотите, ну, там много косяков, в том числе есть мои публикации на этот счет, вы, пожалуйста, добавляйтесь там в Фейсбуке, ВКонтакте, я их все размещаю, поэтому вы можете с этим ознакомиться, то есть я как раз человек активным, который противостоял этому, и определенный мы результат все-таки, надо сказать, получили, хотя сейчас у них опять заход следующий, но это так оно и будет, потому что я так чувствую, что деньги там хорошие крутятся, вот, ну, это мы об этом не будем, немножко в сторону, так вот, отцы, есть технологии работы там с разводами, есть технологии работы с людьми горющими, ну, вот я вам просто один из примеров рассказал, вот с суицидниками, например, вот сегодня тоже рассказывал, можно говорить о способах суицида даже, то есть что ни один способ суицида не дает стопроцентной гарантии суицида, а значит, что, значит, ты можешь остаться инвалидом, значит, у тебя могут быть проблемы, долгое лечение, знаете, как некоторые говорят, а я вот хочу, там, ну, прыгнуть с какой-то, я говорю, слушай, а у тебя есть деньги, инвалидом плохо живется, понимаешь, вот если ты заляжешь на год в клинику, то, а кто будет платить все эти, КТ, МРТ, там, ты заработай хоть денег, чтобы тебе лет на пять хватило, понимаешь, хотя бы там прожить на коляске на твоей, вот, а потом, как бы, будет нормально, то есть здесь еще вопрос так, что их надо напугать в нужный момент, чтобы они не могли точно что-то решить, чтобы они боялись, и тогда они готовы вас слушать, это не решает проблемы, то есть, но это останавливает их, потому что о последствиях никто обычно не думает, все думают, что красиво, дынс, и все, и нет меня, и гламурная струйка, там, крови из губ, там, а на самом деле, вот мы с батюшкой в милиции работали, трупы оформляли, вот, я вам скажу, что никакой там гламурной струйки, там так выглядят суициднички, что ой-ой-ой, вот, да и вообще ничего красивого, вот, как мы знаем, смерти нет, если, конечно, это не святые люди, вот поэтому книги, о которых я сейчас вам расскажу, понимаете, они как таблетки, они работают, вот книги по материалам наших сайтов, ну, это я сейчас расскажу, прям, кто хотел, большую, да, большую, он слушает, что, как он не тостил, это ибо лейберный, да, тогда он будет подумывать, что он наверняка, а, дело в том, ци дорогие, тихо, все я понял, что наверняка ничего нету, в этом-то вся и суть, нету ни одного способа, действительно, суицид, наверняка, кроме одного, смерти от старости, вот летальность 100%, понимаете, а все остальное не стопроцентно, если он говорит о том, что я, хорошо, Михаил Игоревич, я не прыгну с пятого этажа, я прыгну с десятого, вероятно же больше, что я убьюсь, ну, конечно, больше, а он говорит, ну вот, я говорю, что вот, ты-то суицидник, а не суицидолог, это мне важно в научном интересе, вот сколько с такого-то этажа летально, сколько с такого-то, а ты-то попадешь и в 3%, и в 15%, ты же не знаешь, в какой попасть, вот ты будешь падать, на балконе оставишь зубы, на следующем балконе руки, а потом упадешь, прям под этот самый, под подъезд, и даже не сможешь позвать на помощь, потому что ты разорвешь какие-нибудь суда, ты не сможешь даже позвать на помощь, ты будешь, может быть, сутки умирать в диких болях, может быть такое, может быть, можно себя убить, ну, конечно, можно, но, кто знает, сколько ты будешь умирать, ведь можно и с 15-го этажа, и с 25-го прыгнуть, и убьешь ты себя, но может быть не сразу, вот в чем дело, а может быть, ты залетишь к своему соседу внизу, а у него только, его не будет дома, будет только жена, понимаешь, на балкон, вот тогда у тебя шансы увеличатся, вот, но тоже не 100%, батюшка, да, отец Виталий, последний, можно вопрос, можно не последний, почему, в нашей стране высокий же процент, тихо, отец Виталий, за вопрос, да, в нашей стране высокий процент суицидов, да, в Минске, и благополучной Японии тоже высокий процент, вот, да, а как вы, как специалист, оцениваете эту ситуацию, да, как оцениваете, все просто, все, я понял, ваш вопрос, давайте, отцы, я вам расскажу, то, что вам было бы уместно, рассказывать в школах, вот эти вот, такие у нас учителя есть, или директора школ, которые говорят, слушайте, нам не надо вот этих попов, с крестами, это все для нас лишнее, мы светская организация, мы, так сказать, отдельное государство, церковь там, зачем вот это все, а я вам расскажу сейчас, вот, по статистике суицида, выбивать, скажите, а скажите, вам по суицидам, это вообще важно, что у вас там происходит, они говорят, да, по суицидам важно, но у нас есть психологи, которые проводят беседы, так, вот прямо скажите им в открытую, все ваши психологи, которые проводят эти беседы, это все, жаргоном говоря, фуфло, значит, ни один ваш психолог, по большому счету, не в состоянии профилактировать суицид в школе, даже по той причине, что он с ним очень редко сталкивается, и они все непрофессионалы, профилактировать, вы больше того, вы учите в школе суицидов, вам директор школы скажет, мы учим в школе суицидов, да вы что, батюшка, вы что говорите, а вы скажите, а давайте мы посмотрим на программу школьную, которая с 93-го года действует только, вот в наше время такого не было, и увидим, бедная Лиза, Анна Каренина, Митя на любовь, Ромео и Джульетта, ну, гроза там понятна, на дне, что-то я еще за, а, и вы еще подробненько рассказывайте про Есенина, про Ахматову, про Фадеева, про, слышите, а вы не популяризируете ли суицид в школе? Нет? Вы по всем способам суицида просвещаете, просвещаете детей с 8-го по 11-й класс. Понимаете, и если я скажу в прокуратуру эту, то когда придут смотреть ваши методические планы, они будут очень удивлены, что вы пропагандой суицида занимаете в школе, а я как раз хотел зайти к вам в школу, чтобы заняться профилактикой, чтобы рассказать о последствиях для души и так далее. Если они же не знают души, ничего не будет. Вот вам по статистике, отче, я вам отвечаю прямо, я немножко, кстати, издалека зашел, батюшка, я сейчас отвечаю по статистике. Самый высокий уровень суицида в нашей стране дает Дальний Восток и Сибирь. Новосибирск, 40 на 100 тысяч примерно, 45 в прошлом году, а Бурятия 60 там с небольшим. Значит, есть Еврейка, тоже крайне высокий уровень суицидов. Максимальная обычно Чукотка там выдает вообще, ну их там всего-то немножко. И смотрим мы на Ингушетию. Один на 100 тысяч, два на 100 тысяч, Дагестан, три на 100 тысяч. Представляете разницу там в 30 раз. Больше того, старообрядцам, недавно было исследование по старообрядцам, которых вот сейчас это правительственное вот это мероприятие, переселение с Южной Америки, их переселяют в Россию. Вот на Хавкобаровске очень большие, ну слышали, наверное. Знаете, сколько там суицидов среди старообрядцев-то? Ноль. Среди ингушей у них традиционное мировоззрение. И это традиционное мировоззрение, соответственно, как операционная система в компьютере. То есть вот Windows, Android, всякие есть разные системы. Но если система хорошо работает, значит приложение не глючит. А если система работает плохо, значит приложение глючит. И тут то же самое у человека. Если у него мировоззрение глючное, значит для него это вполне нормально. А что? Петька с суицидом покончил, Васька с суицидом покончил, там два одноклассника, это же нормально, и дед у меня с суицидом покончил. Ну и что здесь тогда такого? Ему ничего не мешает. Это для него социально приемлемое поведение. Отец-мать бил, и он в семье будет жену бить. Для него же это тоже социально приемлемое поведение. Некоторые даже не задумывают, что это ненормально абсолютно. И говорят, а что, я же мужик, я же могу, а что, мне мужику нельзя что ли ударить? Они же бабы, я же тут за все отвечаю, она должна меня слушаться, потому что я мужик, я тут первый, можно сказать, ответчик перед Христом. встречались вам такие красавцы? Спрашиваешь, а что, извините, есть упоминание в Евангелии, что Христос бил женщин? Или Богородица была не женщиной земной? Разве не надо уважать их, да? То есть, может, надо тебе с себя начать, дружище? Что это за распущенность такая? Вот тоже. А все это рядится тоже в какие-то там странные православные завертки. Я даже не знаю, откуда они это берут все. Так ты отвечай, ты будь ответственным. Ты глава семьи, молодец. Значит, ты тогда за все отвечай, а не то, что, значит, отвечает пусть она, а я буду ее только лупить и буду считать, вот это самое страшное-то, буду считать, что это абсолютно нормальное и естественное явление. Почему бы и нет? И же надо учить-то бабу. Вот я, например, это вижу очень часто. И меня вот лично, это моя позиция, это возмущает. Потому что любой человек, это образ Божий. И женщина, вот я, кстати, я со своей женой тоже иногда ругаюсь. Может, вы удивитесь, конечно. Просто Кемеровская епархия плохо молится за меня. Но... В кризисной ситуации. Слушайте. Но... Чего? Нет, нет. Чувство вины на вас вешаю, понимаете? Да я прошу... Хорошо, слушайте. Вы просто за меня молитесь. Нет. Нет. Слушайте, конечно. Нет. Ну, мы не ругаемся так, чтобы прям вот совсем. Но вот когда я с ней ругаюсь, я вот думаю про себя, да? Ну, вот когда вот прям ругаюсь, я думаю, слушайте, как-то мне одна же спасительная мысль в голову пришла. Я думаю, но вот Господь же когда-то возвал же из небытия к бытию мою жену Аллу, правильно? И да, когда-то мне ее, соответственно, вжел. Так? Значит, в этом есть его промысел, так же? Ну, как же я могу? Ну, да, она немощный сосуд, там все, ну, глупен, да? Вот тут не понимает. Но я разве могу какое-то насилие к ней применять? Ее же тоже Бог, так сказать, почтил своим, так сказать, вниманием, когда он ее из небытия к бытию. Она же не просто так вот, не пойми, кто там, и не пойми, как. И меня эта мысль, честно говоря, очень греет, успокаивает. Потому что я понимаю, что, ну, действительно, здесь нельзя переходить определенных границ. Потому что дальше границу, если я перейду, это уже будет уже против Бога. Ты, слушай, ты мне что дал в жены какую-то овцу бестолковую, которую я вынужден тут бить каждый день, понимаете? Чтобы она немножко, так сказать, была в каком-то облике. Но это вот нормально вообще, нет? Нет, не нормально. Вот и я так думаю, что не нормально. И, то есть, вот эту кашу, на мой взгляд, первое, чем занимается психолог вот в этом во всем, это разбирает вот эту вот кашу. Из каких-то вот, у воцерковленных людей этой каши, как ни странно, те, которые в кризис, еще больше, чем у невоцерковленных. Невоцерковленному достаточно легко, ну, как вот, он опрется немножко о Христа, да, ему какие-то вещи объяснишь, и он уже там сам идет. А здесь начнется там, а мне вот в том монастыре кто-то сказали, там-то кто-то, кто сказал? Какой-то, там, не знаю, и сама-то не знает, кто сказал. А вы знаете, на самом деле, что вот я вам, вас хочу предупредить. Вот по работе с горючими, в частности, очень опасная вещь. Значит, люди приходят, ну, умер кто-то на отпевание, заказывать эти треба, отпевание. И с кем они сталкиваются в этот момент? А сталкиваются они, вот я просто имею с последствиями этого всего отношения, сталкиваются они в основном со свечницами. А свечницы, вот, ну, ко мне понятно, что не часто рассказывают о хороших историях, потому что с хорошими историями они сами, наверное, как-то справляются. А вот свечницы такое несут от ветра головы своя я, значит, начиная от просто магии, там, зайди в 40 монастырей, поставь 40 сорока устов, ну, это, я думаю, все знают. Но это еще безобидно, когда они начинают уже там говорить, где Господь определил место вашему там родственнику. И, а что же ты, вот вы знаете, у меня мама там умерла, вот прям вот реальный пример. Женщина страдала, у нее муж был алкоголиком, ушла на работу, там 20 лет она, вот у меня была на приеме, 20 лет была, а приходит он повешенный, повесился, ну, знаете, что алкоголиков это часто бывает. Понятно, сняла там все, не может уснуть потом на этом месте. Пошла, батюшку позвала, переосветить. Батюшка ходит, видит, на стене этот голгоф. Говорит, так у вас же освещена квартира. Нет, ну, я переосветить. А почему? А потому что у меня муж тут повесился. А расскажите, а что было-то? И она рассказывает, вот ушла на работу, он повесился. Грех же на тебе. Что ж ты его одного оставила? И у нее чувство вины, гибридж, батюшка сказал, это же все, значит, я виновата в том, что я его убила, а что она могла сделать? Она там не работала, да и он бы и так мог бы повеситься, даже если она и в квартире была. Это же нам с вами очевидно. Другой случай, у женщины погиб сын. В Москве, она сама из Краснодара, приехала, значит, говорит, я пошла в храм, ну, просто вот так вот, и батюшка навстречу, молодой. Я к нему говорю, а он разбился на этом, на мотоцикле, в мотоцикле сын. Вот, говорит, батюшка, вот такое, такое горе, я, вот сын погиб. Он говорит, а ты когда последний раз исповедовался, прещал? Она говорит, я вообще никогда не прещал. Говорит, вот поэтому и погиб. Понимаете? Что это? А я вам скажу, что это? Если, я его, конечно, не видел, этого священника, ничего не могу сказать, то ли это такой молодостарец, который, так сказать, ему, может, святой дух там говорит, кто почему погиб, но я в этом сильно сомневаюсь. Вот, но скорее всего, вот этот молодой священник, столкнувшись вот с реальным горем, одно дело где-то там, где-то там, а другое дело, когда вот реально стоит человек, ему надо посочувствовать, а он не умеет, его не научили. И он не знает, какие слова сказать. В принципе, он должен был сказать так, вот на мой взгляд. Знаешь, мать, я не могу тебя утешить. Я, конечно, не знаю, почему и зачем. И я вот просто выражаю тебе соболезнования. Вот, ну, пойдем вот вместе помолимся, спроси у кого-нибудь другого. Ну, например, так, это нормальный расклад. А он думает, что раз я батюшка, с крестом иду, значит, я обязательно что-то должен сказать, раз уж ко мне-то обращаются. И вот он так вот раз, и мимо тазика-то и говорит. А, так, вспоминаешь, лучше, помните рекламу, лучше иногда жевать, чем говорить, понимаете. Лучше, вот ничего не может и не говорить в таких случаях. Потому что ты можешь такое сказать, что потом человек реально с суицидом покончит и скажет, раз он из-за меня погиб, зачем мне тогда жить? И я ее вытаскивал из этих суицидальных мыслей. То есть, батюшка же сказал, что из-за меня погиб. Я же вот не исповедовался, не прищался, раз, ну все, зачем мне жить? И тогда говоришь, так ты подумай, а кто же будет за него молиться? Ну, то есть, свои уже, другие там, как бы вот эти все фишки там и так далее. Но это же по-другому. Надо же быть, ну, как бы к людям-то, ну, так скажем, бежен. И тут, как на минном поле, отцы. Некоторые идут, только чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал, а некоторые могут вот так вот воспринять. И здесь каждый случай уникальный, точно так же, как у психолога. Вот нельзя сказать, сделай это, 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 и будьте счастья. Слушайте, человек, он такой многосложный, душа настолько сложная, что каждый случай может быть очень своеобразный. Сегодня он так думал. Через месяц он будет так думать. Этапы переживания горя. я не знаю, вы эту тему сами знаете. Ведь человек, переживая любой кризис, переживает несколько этапов. Первый шок, вот вы видите людей обычно, которые отпевают, ну, вот умер кто-то, да, вот сообщают, человек говорит, нет. Вот были у вас такие случаи, с кладбища приходят, а жена, которая похоронила мужа, говорит, нет, это был не он. Не было таких случаев. А я вот несколько таких знаю. Нет, это был не он. Да какого ты хоронил-то? Мужа. Гроб открывали, открывали. Ты видела? Видела. Но это был не он. Не видели таких случаев? Это отрицание. То есть человек не может, знаете, психика устроена как амортизатор. Сразу принять что-то невозможно. На каждом этапе по-разному с человеком надо общаться. Так, отцы, тихо. Значит, шок, у человека шок, он вообще не воспринимает себя на этом мире. Вот когда у вас была вот эта зимняя вишня, да, вот эта история, я как раз предлагал у полномочного по праву ребенка, я говорю, суши. Давайте я приеду. Потому что, ну, я понимаю, когда люди в шоке, с ними МЧС. Что надо делать? Держать за руку, показывать, где туалет, показать, где чайку налить, ну, чтобы человек ощущал какое-то, ну, присутствие. Там утешение не проходит, ничего, он еще не воспринял утрату, он еще вообще ее не принял, он не понимает этого. Потом начинается отрицание. То есть, он говорит, нет, этого не может быть, вы посмотрите еще раз, а может он не умер, а может это. Это отрицание. Тоже как это. Потом агрессия начинается. Там плавно они перетекают друг в друга, иногда проходят месяцы. Тут это надо видеть, чувствовать и понимать. Потом начинается агрессия. Вот он виноват, или виноват Бог. Вот, знаете, приходят на исповедь и говорят, Бог виноват, что вот это случилось. Вот вы говорите, ты на Бога не гневи, ты что вообще, ты так про Бога не говори, это богохульство, ты вот там молись. Слушайте, а это этап просто. Некуда. Вот агрессия идет на Бога. А если не на Бога она сейчас пойдет, то очень иногда бывает, что она пойдет на него самого. И вот это увеличит риск суицида. А тоже как бы аккуратно, можно разубеждать в этом, но ты что делаешь, так нельзя говорить. Это там ужас, ужас. И я такие тоже случаи знаю. Раз Бог не виноват, раз муж не виноват, значит, кто виноват, я виновата. И все, и начинается агрессия на себя, и суицидальные мысли. А потом идет депрессия, а иногда говорят, слушай, ну как же ты так, ты не должна, это уныние. Уныние. Отцы, не надо плакать. Некоторые, кстати, говорят, на первых даже этапах горевания священники такое я слышал, говорят. То есть, значит, человек не должен выплеснуть слезы. Значит, Христос, когда ему сказали, что Лазарь умер, не плакал, да, то есть получается. То есть, он тоже, наверное, как-то неправильно поступил тогда уж получается. То есть, человек выплакивает слезы, отреагирует стресс, и это потом не переходит в психосоматические заболевания, которые там уж вообще черт ногу сломают, там непонятно вообще, что дальше потом делать. И связи еще никакой нет. Для неспециалистов. То есть, в очи можно даже сделать. А депрессия, это самый длинный этап. Это нормальный этап для переживания кризиса. В разводе ли человек, или в каких-то там других вон обстоятельствах тяжелых очутился, он переживает, ему говорят, это уныние, унывать нельзя, ты гневишь там и так далее. А он не может по-другому. У него действительно мать умерла, любимая. Вот что ему делать теперь при каждой? Радоваться. Ты радуйся, веселись. И такие я слышал вещи. Ты что, мать твоя на небесах, она же исповедовалась, причастилась перед смертью. Так ты радуйся. Вот я вам скажу, что когда моя мать умерла, вот моя лично, я не плакал вообще. Я думал, что и мои коллеги, я говорил, они говорят, будет отсрочное горе. но его не наступило. Я знаю почему. Потому что она крестилась за два дня до смерти. И вот прям только крестилась в этот день и тут же в этот день в больницу, ну там метастаз, мозг пошел, ну в общем, в итоге умерла, там через три дня. Вот. И что-то мне даже как-то, вот я так и не поплакал, до сих пор не поплакал. Но это, ну такой случай, как бы, и опять же, если это еще объяснишь человеку, да, от другого, вот так же точно, такая же ситуация, он, конечно, на весь обрыдается и он просто не поймет вот этой связи между крещением там и вообще там новым рождением там и рождением в жизнь вечную. Это же надо все объяснить, это же надо с ним поговорить. А вот, кстати, а потом уже идет принятие, вот когда у кризиса, вот тогда уже можно видеть человека в натуральной величине. И на каждом этапе, еще раз отцы говорю, разная стратегия работы и разные вот эти вот подводные камни, которые тоже надо, конечно, учитывать психологические аспекты вот в душепопечении. Это очень важно. Значит, я так понимаю, что нам скоро надо будет... Можно последний вопрос? Так, никто не расходит. Самое главное, это еще впереди, батюшки. Мы скоро закончим. Вы что расходитесь-то? Я уже вчера говорил, вот сижу, тоже смешение, и так раз кто-то... И мне вспомнилась песня, знаете, такая? На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес, до свидания, наш ласковый Миша, возвращайтесь в свой сказочный лес. Знаете, вот. Поэтому не расстраивайте. Да, очень актуальный вопрос сейчас. На приходы бывают, приходят женщины, которые находятся в глубокой депрессии. Они бывают и воцерковленными, среднего воцерковленных женщин, такие есть, и невоцерковленные, неверующие женщины. Что Вы посоветуете священникам, вот так вот, на вскидку, как специалистам? Нет, смотрите, депрессия... Вот, еще одна тема. Вот видите, как я люблю Ваши вопросы. Понимаете? Вот еще одна тема. Она приходит, говорит, батюшка, что мне делать? Вот если мне говорят депрессия, первое, что мне приходит в голову, ну, это еще вопрос, что они считают депрессией, конечно, тоже надо еще разбираться. Но первое, что приходит в голову, исключить тяжелое. Знаете, есть в онкологии такая онкологическая настороженность, да, такое понятие. То есть, любую болезнь, которую рассматривает врач, он должен толковать в сторону более тяжелой, да, то есть, например, он должен заподозрить онкологию, потом, значит, онкологическое заболевание исключить и лечить уже какую-то боль легкую или исключить еще, ну, и в итоге там до самой легкой. То есть, сначала мы подозреваем самое худшее. Если пришел человек, у него депрессия, снижено настроение, какие-нибудь сути ценные мысли, к психиатру, к психиатру. А бывает такое, что нет, таблетки не надо. Слушайте, а без таблетки она не справится. И она может действительно с собой покончить. Кто будет отвечать? Мы же не к какому-то шарлатану отправляем, правильно? Мы же не говорим, иди к бабке-гадалке, она там почитает над тобой и все у тебя пройдет. Мы же говорим о реальных психиатрах. Но здесь существует, конечно, есть такое. Вот, например, есть психиатр Василий Глебович Коляда, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача НЦПЗ, основного отраслевого института психиатрического. Сын священника Глеба Коляды, сестра его, матушка Ильянея Коляда, известная тоже подвижница и руководитель женского монашества, это как отдел по монашеси, не важно. Вся семья. Отец Кирилл Коляда, который храм новомучеников Бутова, то есть в церковной сети, и Василий Глебович сам преподает пастырскую психиатрию в Свято-Тихоновском. И тут раз сталкиваешься, батюшка говорит, никаких психиатров не должно быть. Спрашивается, а почему это было? А почему? Батюшка, вы обладаете психиатрическими знаниями, вы лечите шизофрению, вот они приходят и начинают какие-то там рассказывать про бесов, что-то такое, а на самом деле бывает, что действительно так, а бывает, что это просто фабула бреда. Он также переключится, он сначала рассказывал про инопланетян, потом его кто-то там как-то до храма довел, и теперь он рассказывает про бесов. Фабула сменилась, суть не сменилась, но для того, чтобы разделить это все, нужно иметь на епархию, вы же все между собой общаетесь, хотя бы одного, психиатра, которого вы знаете, которому можно доверять, отправлять не на деревню к дедушке, там сходи там в ПНД, там туда-сюда, а вот тот психиатр, с которым вы можете взаимодействовать, ну которого вы уже как бы видели в работе. И вот вы говорите, так, скажи от отца Олега и придешь там к Петру Петровичу в психиатрическую больницу, вот пойдет, а потом вы Петру Петровичу позвоните и спросите, ну что там, это наше или ваше? Он говорит, это наше, надо госпитализировать. Все, вопросов нет. Это первый шаг. Как оценить самого психиатра? Я так же делаю, у меня есть психиатр. Вот, у батюшки есть психиатр. В Ленинске-Кузнецке вот это болезнь. Ленинске-Кузнецке. Она же прихожанка, я ее три года знаю. Лечится периодически. И очень хорошо, одно другому-то не мешает. Вот батюшка вам скажет, этого психиатра, сейчас просто, значит, как оценить, сначала исключить психиатрическую патологию, если это депрессия, а потом разбираться. Значит, это может быть реактивная депрессия, то есть связанная с какой-то ситуацией. Ну, например, у женщины умер муж. Ну, я к примеру. Это нормально депрессия. Депрессия здесь действительно, она, это боль внутренняя, она с ним была связана, она переживает, страдает, мучается и так далее. Это реактивная депрессия. С ней вы можете помочь. То есть, ее утешить, помочь, подсказать, повести по какому-то другому пути. А есть, например, депрессии, там, те же самые невротические, да, то есть, все плохо, все ужасно, весь мир ужасный. Вот дайте простое задание. Слушай, мать, смотри, ты ко мне пришла, говоришь, весь мир ужасный. Сделай, пожалуйста, следующее. Напиши на бумажке, раз уж ты ко мне, как к священнику обратилась, сделай, пожалуйста, вот тебе за послушание. Сделай следующее. Значит, я тебе даю задание на всю следующую неделю. Ты утром выходишь из дома, или просыпаешься только, запиши 10 хороших событий, которые у тебя были в жизни. Ну, например, вовремя пришел трамвай, встретила подружку, вкусно покушала, там, не знаю, любимых пельменей, да, батюшка? Вот. Ну, что-то такое. Маленькие, маленькие, ну, всегда же есть какие-то радости. Вот, каждый день 10. Через неделю она придет к вам, показывает. Либо это формально, например, если одно и то же, каждый день одно и то же. Надо, чтобы она это действительно видела. Если она приходит, говорит, ой, батюшка, у меня не было времени, не было сил, и не было там особо желания, все понятно уже. Если она приходит, у нее подписано 10, значит, она действительно пробует увидеть что-то хорошее. Значит, вы ей на следующей неделе уже говорите, а теперь 20 хороших событий. Он говорит, да 20 точно не будет. В день. В день. Будет. Мелкий. У вас не депрессия, батюшка? У меня нет. Ну, конечно, вот. Он много болится. Потом. Я просто всех не знаю. Смотрите, потом, на следующей неделе, то есть, когда человек привыкает уже 20 написать, да, на следующей неделе, уже говоришь, пиши 30, и вот на 30 можно останавливаться. Если вам человек действительно приходит, говорит, вот вчера у меня было, вот внука привезли мне, хорошо было, значит, вот сын позвонил, это, 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 то она уже не в депрессии. Понимаете? Значит, вы ее уже из депрессии вывели. Если она может видеть, помните, как Паисий Святогорец говорил, что на одном и том же поле мухи видят, так сказать, свое, а пчелы свое. Вопрос, просто сместить вот этот вот фокус, и вы, как психотерапевт в данном случае действуете, вы смещаете с негативом, ой, все плохо, все плохо не бывает, мать, вот давай, ищи, чтобы, и вы потихонечку смещаете это в хорошее. А потом, когда она вам уже по 30 или 40 событий, каких-то хороших приносит, в тетрадочку написанных ежедневно, вы говорите, мать, какая же тут депрессия. У тебя отлично все, понимаешь, ты молодец. уточнить, можно, вы сказали, найти нормального психиатра, как понять, что психиатр сам? Слушайте, ну, это тема еще одного пастерского семинара, длительного. Вот у батюшки есть, как зовут-то психиатр батюшка? Ее? Да. Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна. Батюшка сейчас, в Ленинске нам Ленинске. Батюшка сейчас продиктует вам телефон, правильно? Конечно. Короткий вопрос, можно? Да. Суицидальные, настоящие, вот эти кризисные люди, зачастую вообще ни с кем не разговаривают, никому ничего не говорят, у меня был случай, человек прекрасно себя вел в семье, радостно выглядел, сказал жене, ложись, я сейчас приду, что-то его долго нет, зашла в ванну, он повешен. Никому не говорит ничего. Что побуждает людей, приходить к вам разговаривать об этом, настоящих, и как распознать среди прихожан, например, вот такого человека? Ну, такого вы никак не распознаете, и 100% суицидов никто не сможет спрофилактировать, даже если будет там супер-трупер, там специалисты. Это невозможно. То есть те, которые не обращаются, это вообще не ваши, вы ничего не сможете с ними сделать. И распознать их невозможно. Они настолько скрыты, что это просто нереально. И вопрос еще был, как распознать и... Почему они приходят к вам? А, почему они приходят? Ну, давайте вот перейдем к заключительной тогда части нашего марлезонского балета, я вам объясню. Значит, мы когда-то создали сайт, который называется «Победи Шуру». В день на него приходит сейчас 15 тысяч уникальных посетителей. Сайт в интернете, значит, с точки зрения, это православная психология, по сути, ну, точнее, я не люблю слово «православная психология», я люблю слово «психология» с точки зрения, ну, это как-то не очень там, или православный какой-нибудь там, не знаю, сотрудник полиции, например. Правильно? Вот. Хотя у меня, вот я вам скажу, один батюшка пришел, один батюшка пришел ко мне, когда я в Минске был, он говорит, Михаил Игоревич, вы не выступите, это было год, ну, год четыре назад, вы не выступите, сегодня, вот в воскресенье, у нас собирается клуб православных, милиционеров. Я говорю, конечно, говорю, хоть посмотреть, говорю, что это за клуб, и там правда, православный участковый, православный опер, православный омоновец, и я прям смотрю, ребята, просто он гаишник, никогда не был. Вот. Прекрасно. А? Ну, это в Минске, всех скорбящих радостей, там приход, очень интересно, вот. Так вот, а дальше, создается сайт, ну, и представьте, 15 тысяч человек в день приходит, а там все материалы, заточенные под суицидент, да, то есть, простые люди, которые пережили суицид, психологи, в том числе, там, мои статьи, в том числе, там, других специалистов, архиереи, священники, дают точные советы, обращаясь непосредственно к суициденту, и они это читают, потом они, естественно, хотят в реале, там человека найти, и приходят, соответственно, ко мне, да, то есть, я их нигде не вылавливаю, и не выискиваю сам, и это сотни людей, потом мы создали сайт, мемориам.ru, вообще, группа сайтов, пережить.ru, вот просто, мемориам.ru, сайт для тех, кто переживает смерть близкого человека, когда вы сами не знаете, что говорить горюющему, дайте ссылку на сайт, пусть зайдут, увидят все материалы, там, и так далее, сами найдут все ответы, специально же для них делали, там, психологи, и по материалам вот этих сайтов, несколько, были сделаны вот эти книги, которые, вот, ну, давайте покажу вам, вот смотрите, это чисто, вот мне, лишний вес просто в самолет был, но вот просто расскажу, вот эта книга, например, имеет гриф в Синроссии и рекомендована для применения во всех, во всей пенитенциарной системе, да, я понимаю, сейчас, батюшка, вот, в Синроссии, вот сегодня я им просто, там, передал, так сказать, в дар от общественного совета, сейчас, сейчас, батюшка, потом вот эта книга, вот здесь все ответы, ответы на вопрос для суицидентов, вот если у вас есть эта книга, сейчас, можно, секундочку, если у вас есть эта книга, то вы можете ее в библиотеке, во-первых, держать, да, но не так, вот я вчера анекдот вспомнил, рассказал, знаете, приходит человек, суицидница, приходит суицидница в библиотеку, значит, церковную, да, и говорит, дайте мне вот эту книжечку про суицид, выход есть всегда, а ей библиотекарь, говорит, не дам, она говорит, почему, а вы не вернете, вот, но я имею ввиду не для этого, а я, так, сейчас я объявление сделаю, батюшки дорогие, а, значит, вот просто имея это в библиотеке, вы когда у вас кто-то пришел, вы можете дать, сказать, слышь, вот прочитай, придешь ко мне, потом расскажешь, или вот эту книжку, это если умер близкий, например, очень она была рекомендована несколькими архиереями, вообще, в принципе, говорят, отпевание совершают, батюшки, ну, я проводил тоже такой пастырский, отпевание совершают, давайте ее этим, горющим, они все равно ничего не понимают, вместо того, что она на лавке, вот эта тетка, полуадекватная, даст мытарство преподобной Феодоры, людям, у которых вообще потом волосы дымом встанут, это не говорит о том, что мытарство преподобной Феодоры плохая книга, это хорошая книга, но она для монахов того времени, когда ее читают современные люди, и думают, господи, моего спокойничка, что же с ним будет-то, и мытарство преподобной Феодоры, и там смотрят, о, монахом такое, ну, тогда все уже, кирдык, либо отчаяние, либо в храм больше не ногой, вот эти книги, пожалуйста, возьмите, сами, ради Бога, прочитайте, используйте в своей пастырской деятельности, возьмите, не знаю, для себя, для своей библиотеки, вот сколько есть, вот они все здесь, цена каждой книги 250 рублей, вот этой почти уже нигде нет, но она стоила последнюю цена 300, вот эту, в принципе, еще можно найти, где-то в торговле, ну, тоже 300 она стоит, я просто беру дешево в издательстве, чтобы у вас был материал рабочий, чтобы вы сами прочитали, я же не могу вот это все рассказать, вот тот, кто прочтет вот эту книгу, она может и в электронном виде, ну, она есть в электронном виде, кто прочтет эту книгу, тот в принципе будет уметь работать с суицидентами, кому надо подписать, я подпишу, вот, мне надо обязательно, ну, вот, подпишу и вам, батюшка, к своему коллеге, бывшему, вот, бывших не бывает, 10 ноября мы с вами отмечаем, ну, вот, ну, давайте, отцы, да, можно мне, да, а, самое главное, отцы дорогие, самое главное, я же хотел, что сделать-то, значит, вот визитки мои, я тоже положу сейчас на стол, значит, кому не достанется, я сейчас схожу в номер, и быстро возьму, значит, для чего я их даю-то, подождите, отцы родные, ну, сейчас, подождите, слушайте, сейчас, для чего даю, вот, если прям случай, прям, я сейчас консультирую иногда, в том числе, семейные пары, да, то есть, вот, если вы видите, ну, не справляйтесь, пожалуйста, я иногда, бывает по ватсапу, не часто, там, но иногда могу, вот, если это действительно важный случай, если у кого-то там, не знаю, там, суицидальные, там, вот эти мысли, не шизофреники эти, их пусть психиатр лечит, вот, ну, там, с чеком, что-то, я иногда, еще раз говорю, могу, я достаточно, как бы, сам-то по себе, вроде, ну, по спасу, вы меня вообще можете почти постоянно видеть, не видели, вы спас не смотрите, наверное, ну, я так и понял, смотрите, ну, значит, вы меня видите, там, все, ну, вот, очень хорошо, ну, и первый, второй канал, много у меня публикаций, пожалуйста, добавляйтесь там в фейсбуке, в контакте, ну, я размещаю, не для того, что мне лайки нужны, лайки мне не нужны, мне нужно, если вам нужна какая-то информация, она вот там появляется, я ее выкладываю, она может быть полезна, вот, так что вот так, значит, ну, что отцы дорогие, наверное, надо как-то наш заканчивать мероприятие, я вам, что, батюшка, подождите, самое главное, тихо, сядьте, батюшка хочет сказать последнее слово, не, вопрос задать, вопрос задать, давайте, я, конечно, вас хотел поблагодарить, потому что Шрегозова знаю, и вам, поверьте, отцы, действительно, можно верить, я очень рад, что я вас здесь увидел, получше, вы настоящий психиатр, это серьезно, все, спасибо, господи, очень тепло, прям, тепло, сейчас с владыкой только что тепло, так пообщались у нас, столько общих знакомых, значит, у кого нету денег сейчас, ну, книжки нужны, пожалуйста, у меня телефон к карте привязан, можете перечислить, то есть каждая книжка 250 рублей, но это правда, это не, это вот та цена отпускная с издательства, по сути, вот, пожалуйста, отцы, ну что, давайте мы тогда помолимся, да, ну, Продолжение следует...